Эбби, не убивай моего ребенка. Вот такое видео распространилось в соцсетях. Молодой мужчина, который женился на женщине, у которой уже были дети до него, умоляет и рыдает и кричит перед абортной клиникой, в которую медленно, не спеша, не торопясь, с пафосом заходит его жена, чтобы сделать аборт. Эбби, не убивай моего ребенка. Умоляет он ее. Давайте посмотрим это видео, а потом прокомментирую. Что мы видим на этом видео достаточно душераздирающим? Мы увидим то, что полностью уничтожена иерархия в семье, в западной семье. И этот парень, ему остается только плакать и рыдать, потому что ничего, абсолютно ничего сделать он не может. Потому что феминизм победил, и право убить ребенка, разорвав его на части щипцами хирургическими, это священное право женщины, мое дело, мое дело. И ему остается только рыдать. И это то, чего хотят и то, чего добиваются женщины с этими идеями в обществах, где этого еще не произошло. Полное разрушение иерархии под предлогом борьбы с домашним насилием и прочее. Чтобы мужчине, мужу, у него не было абсолютно никакой власти, если он попытается что-то сделать, его там полиция сразу и прочее. И ему оставалось только рыдать, когда она королева, она ангел, которая сошла на эту землю, она сокровище, она, у которой есть только права и нет обязанностей, делает, что хочет. Идет и изменяет, например, ему. Или идет и убивает их ребенка. Какие в этом проблемы? И они будут это делать, будут это делать с жестокостью. Потому что многие женщины, они по своей натуре, они не знают жалости. Не знают жалости к побежденному, к слабаку. Поэтому нужно тем, кто поддерживает минизм явный или то, что ведет к явному минизму. Как вывод женщин из дома, на работу. И все вот это то, что входит в понятие прав женщин в западном понимании. Нужно задуматься всем этим людям, хотят ли они для себя такого будущего. И хотят ли они оказаться на месте этого пацана, который рыдает перед абортной клиникой. Барак Вауфику.